Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 23 апреля и сегодня я решила снять несколько коротких видеороликов по актуальным вопросам, которые задают ежегодно. Вот так как я уже сейчас начала работать с землей и готовить грядку для высадки томатов в грунт, я хочу ответить на вопрос, как узнать прогрелась ли земля. Вот вчера я даже выписала, зрительница моя, мама Мия, написала, как определить, что земля готова к высадке. Именно, вот как узнать температуру. Я сразу скажу, у меня нет измерительного прибора, чтобы узнавать, ну сколько градусов. Конечно, я узнаю все на ощупь, по собственным ощущениям, и многие пишут, что они делают так же. И вот единственный комментарий, который без ощущений, вот без таких, Светлана Саратова написала, что они узнают по укропу. Если укроп начинает вылазить, ну сходит, значит пора сеять. Но у нас ведь разные бывают ситуации. Вот кто-то, например, под пленку. Но про теплицу я даже говорить не буду, потому что в теплице определить проще всего. Закрыл двери вот в такую погоду дня на два, земля до того там раскалится, прогреется, что можно без всякого. Если уж сильно живете в холодном регионе, некоторые лунки проливают принудительно кипятком. Но вот я сейчас о самом простом способе, как узнать. Вот, например, я сейчас высаживаю, мне нужно всего сантиметров 10 теплой земли. Естественно, как все и говорят, палец засовываешь или заталкиваешь, как правило, не знаю. И смотришь, холодно ему или нет. Вот моему пальцу уже не холодно. Хотя, вот смотрите, здесь не холодно. Вон туда прошла, там где тень от забора. Вот так побрякала, там еще лед. Там даже земля не растаяла. Так что ситуации бывают разные. Это зависит даже не от района, а от места расположения на грядке. Поэтому для первой грядки всегда выбираю солнечное место. Можно погреть принудительно. Сейчас вот перекопаю еще на раз. Можно бросить пленку. И вот при такой погоде она за день буквально вот сантиметров 15 прогревается. Больше мне не нужно. А вообще, конечно, смотрите, все люди говорят, углубляемся на 10-15 сантиметров. Именно туда, где у нас корень будет находиться. Помещаем туда свою руку, конечно, без перчатки. И наблюдаем, холодно ей или нет. Вот руке не холодно, но земля прохладная. И тут вы не ошибитесь в ощущениях. Смотрите, у нас рука 36 градусов. А земля должна быть 12-15. 15 градусов это нормальная вот такая температура земли. Для того, чтобы можно было уже высаживать. Поэтому, когда вы руку туда вот погрузите, в эту землю, ну, не знаю, даже можно ее прикопать. Она должна быть, земля все равно давать ощущение прохлады. Она должна быть прохладнее нашей руки. Потому что 15 градусов и 36 это разница большая. Со временем вы научитесь. Я очень просто. Выходишь, смотришь, нормально. Если рукам без перчатки работать комфортно, если руки не зябнут, не замерзают, значит, растениям будет хорошо. Правильно, вот один мужчина написал комментарий. Но он такой более юмористический, что раньше как способ определения теплоты земли. Выходит мужик голой задницей садится на землю. Если задница холодна, значит, идет пить дальше собагон. А если уже не холодно, значит, пора пахать и садить. Возможно, вот эта вот народная мудрость, которая пришла к нам издалека, все еще действует, работает. Если человеческому телу не тепло, не холодно именно руке, можно смело высаживать томатики. Все, до свидания.